АЛТАЙСКОГО КРАЯ Житель села Родина провалился ногой в яму у дороги. Яма оказалась непростая. Дыра в асфальте уходит прямо в канализационный колодец. Кто виноват в том, что яма разрастается и скоро в нее войдет не только нога, семье пострадавшего не смогли ответить ни в сельсовете, ни в коммунальном хозяйстве, ни в дорожном управлении. Лишь замглавы района объяснил, это сети центральной канализации, которую не доделали еще в Советском Союзе. Они никому не принадлежат, поэтому за ними никто и не следит. И лишь после его письма дорожникам яму устранили. А сколько еще таких колодцев в поселке, никто не знает. Ленкомбинат в Бийске заменил французские и голландские аппараты-теребилки на отечественные. Зарубежные производители накануне лично приехали посмотреть их в действии. Главное отличие наших аппаратов в том, что они прицепные, а значит и стоят в разы дешевле. Один миллион рублей против десяти. Превосходят иностранные машины они и в качестве. Ширина захвата аппарата больше полтора метра. Бийское предприятие первое в России, где опробуют эти механизмы. Над Тегерекским заповедником был замечен неопознанный летающий объект. Очевидцами необъяснимого явления стало несколько участников круглого стола о познавательном туризме. Местным журналистам они рассказали, что светящийся объект выплыл из-за гор после того, как село солнце. Двигаясь бесшумно, с одинаковой скоростью, объект удалился. Меж тем сотрудники заповедника явлению не удивлены. По их словам, НЛО здесь не редкость. В Алтайском районе теленка меняют на огурцы. Получит бычка тот, кто больше всего сдаст с зеленого овоща. Пункт приема – Дом культуры в Старой Белокурихе. Работают сегодня с пяти до восьми вечера. Это первое мероприятие в рамках районного дня малосольного огурца. Завтра гостей праздника ждут в салоне красоты, где желающим сделают огуречные маски. На мастер-классах по засолке по старинным рецептам и даже приготовлению ухи по Старой Белокуринске, очевидно, тоже с огурцами. А следующую подборку интересных новостей из районов края ждите через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова